Помнишь сцену на серных водах, когда я умоляла тебя дать мне детей? Разве я не плакала тогда? Разве ты не понял, что для меня это вопрос жизни и смерти? Теперь я убедилась, что все это было напрасно. Это письмо к мужу она напишет в мае 1882 года. Пока еще он числился в документ к ее мужем, хотя жила она уже в доме возлюбленного. Жила, ожидая рождения еще одного, пятого ребенка. На водах гаводолквивира месяц длинной полосой. От незримых уст зефира влага блещет чешуей. Все уснуло, лишь мгновенный меркнет луч во тьме окна. До гитарой отдаленной. Тишина потрясена. История, которую мы вам хотим рассказать, произошла летом 1881 года. И курорту Сергиевские серные воды принадлежит в ней очень и очень заметное место. В этой истории три героя. А следы ее сохранились в переписке этих троих людей. Эти письма сохранились и написанные больше 140 лет назад. Они и сегодня хранят в себе следы самых разных чувств. Решительных и страстных, нежных и совсем других. Так, в письме от 3 июня она писала ему, Алеше, из Самары в Николаевск. Как я надеялась увидеть тебя в Самаре. Я приехала сюда, чтобы сделать покупки, необходимые для поездки на Сергиевские серные воды. Уезжаю туда через несколько дней и пробуду 6 недель. Воды эти находятся в 30-40 верстах от Кураедовых. Мужа не будет там числа до 16-го, 17-го. Что было дальше? А дальше было письмо, написанное неделю или полторы спустя. Начинающееся словами. Алеша, любовь моя, какая тоска. Куда бы я ни шла и что бы я ни делала. Голос где-то в глубине меня непрестанно говорит Алеша, Алеша, Алеша. Закрываю глаза и вижу твое лицо, твое дорогое, прекрасное, хорошее лицо. Слышь твой голос, прижимаюсь щекой к твоей щеке. В день твоего отъезда мне было еще не так тяжело. Я была полна твоим присутствием. Твой голос еще долго звучал в моих ушах. На другой день после твоего отъезда я отправилась в залу и занялась отделкой двух глав моего романа. Как хорошо и спора шла работа. Как легко было у меня на душе при мысли о том, что я работаю для нашего с тобой будущего. А после обеда приехал он. Еще более влюбленный и любезный, чем прежде. При случае я очень спокойно упомянула о твоем здесь пребывании. Сейчас только что он уехал. Но какую он нагнал на меня тоску. Как ясно я поняла, что жить с ним по заведенной рутине больше не смогу. Мы пошли с ним и Ольгой Дмитриевной через ключ в парке. Они говорили, а я была рада, что могла молчать. Тихо, осторожно, чуть ступая, с благоговением, будто в храме, проходила я по деревянным мосткам, мимо дорогих мест, где мы с тобой проводили последнюю чудную ночку. Если б я могла говорить, я бы молилась. Я боялась, чтобы одно их какое-нибудь неосторожное слово не нарушило святости и тишины моего молчания. Мы прошли в парк, но были не на тех местах под березами. И слава богу, парк не произвел на меня того потрясающего впечатления, как ключ. Вероятно, потому что он вовсе не был похож на наш парк полусветной ночи. Яркое заходящее солнце золотило зеленую листву верхушек деревьев. Я вздрогнул с облегчением. Я не хотел вспоминать про них. Тяжело было. А вот и другое письмо, написанное примерно тогда же. Алеша, дорогой мой, теперь я хожу каждый день через парк в купальню. Что за прогулка? Погода стоит ясная, жаркая, Солнце светит, А под деревьями парка свежо и прохладно. А там на опушке две березы. Березы нашей первой ночи. Помнишь их? Я сажусь под ними на перепутье, Лежу на высокую волнующуюся траву, На синюю даль. Смотрю перед собой, Вспоминаю прошлое, Мечтаю о будущем. Вокруг меня в траве Слышно пение кузнечиков, А ветерок над головой Шумит верхушками деревьев. Кругом нас Не души, Только мы вдвоем. Мы молчим, Наслаждаемся природой И красотой, Которая разлита вокруг нас И в нас самих. Наслаждаемся Нашей с тобой любовью. Как хорошо нам Вдвоем. В эти минуты Озабываются Все испытания, Разделяющие Нас. Мы Снова Вместе. Мой Дорогой, Дорогой Алеша. Ты спрашиваешь, Как я тут живу? Что делаю? В такую Жару И делать-то ничего Не хочется. Только набираюсь здоровья. Первые дни, Как ты уехал, Я чувствовал себя Очень скверно. Но теперь, кажется, Поправляюсь. А теперь пришло время Открыть карты. Ее звали Александра. Александра Леонтьевна Толстая, Урожденная Тургенева. Он Любезный и нелюбимый Ее муж Граф Николай Александрович Толстой. Наконец, Алеша. Алеша. Алексей Полонович Бостром. Она Графиня и мать Четверых детей. Он Предводитель Дворянства Самарского уезда. Первого В губернии. Алеша Земский Чиновник. Председатель Уездной управы В захолустном Николаевске. Любовный Треугольник С неравными Сторонами И по-разному Острыми углами. Фигура Роковая И безвыходная. Выход Она найдет. Раз и навсегда. Правда, Это будет позже. В 82-м. Когда, Ожидая еще Одного ребенка От графа Толстого, Она уйдет К любимому Ею Алеше. Этот ребенок Тоже будет носить Имя ее возлюбленного Алеши И фамилию Отца Графа Николая Толстого. А пока У нас на дворе Лето 1881 года. И живущая На курорте Сергиевские Серные воды Графиня Толстая Пишет письма В Николаевск И в Сосновку Алеша Рассказывает В них О своем курортном Житье-бытье О своей Любви к нему И о муже Которого она уже Давно разлюбила И теперь мечтает Только об одном Быть не с ним А с возлюбленным Театр Я таки устроила Несмотря на то, Что многие говорили Что мне это Не удастся И теперь Ничего Не читаю И не пишу Некогда Почти каждое Утро Занято Репетициями Между прочим Мужским обществом Я доволен Армейские офицеры Лучше гвардейских В них Нет Ненужной Напыщенности И самодовольства Гвардейцев Обращение Их с дамами Тоже очень Удовлетворительное Простое И без ухаживаний Мы Много Хохочем И болтаем Я Держу себя С ними Очень просто Без позы Кокетства Офицеры Относятся Ко мне Как к доброму Товарищу И не будь Со мной В обществе Вечно Напыщенной Надутой Фигуру Моего Супруга Вносящего Полярный Холод Я наверное Сумела Поставить Бо себя В здешнем Обществе Но в то время Когда я Хохочу И объясняюсь На сцене В любви С очень красивым Офицером Все время Думаю Алеша Алеша Где ты? Почему Не рядом Со мной? Кажется Так бы И бросила Этот курортный Отдых И веселье С его Спектаклями И отправилась бы В глушь В твою сосновку Супруг Опять приезжал сюда Пробовал Два дня Эти два дня Так расстроили меня Что вчера У меня сделался Припадок Третий На водах Начались неприятности Из-за театра Он был недоволен Что я играла И пытался Запретить мне Играть во второй раз Я поднялась На дыбы Сказала Что может быть Театр не удастся Но если удастся То я непременно Буду играть Во-первых Потому что Мне это приятно Во-вторых Потому что Не вижу причин Почему я могла бы Не играть И в-третьих Потому что Мне надоело Подчиняться его капризу И спрашивать его Разрешение Для каждого Моего шага Конечно Гроза Победа на моей стороне Потом Приставание с нежностями Конечно Холодный ответ С моей стороны Претензия Наконец Обида Сцена Пытаюсь объясниться Серьезно Никакой возможности Головокружительная Нелогичность И уклонение От объяснений А потом Уверение в любви И поцелуй А это Уже Август Из Самара Дорогой мой Пишу тебе Только что Приехав В город С курорта Я Не то чтобы Упала духом Но мне Очень Очень надо Увидеть тебя Услышать Твой голос Я здесь До восемнадцатого Не сумеешь ли Приехать Повидаться В доме У нас Нерадостно Со свекровью Отношения Натянутые Муж Встретил Ласково Но теперь Стычка На каждом шагу На тебя он Сердит За приезд На Сергиевские воды И грозится Не принимать Тебя В доме Исполнит ли Он Эту угрозу Не знаю Домашняя Жизнь Моя С каждым Днем Становится Все Тяжелее И невыносимее Муж Кажется Многое Подозревает Стал Страшно Ревнивым А я Не имею Больше Терпения Скрывать Нашу С тобой Связь Вот Почему Мне Очень Надо Видеть тебя Надо Услышать Твой Голос Только Письмо Это Дошло До тебя Поскорее И письмо Вскоре Дошло А уже Три дня Спустя Пока Еще Не ее Алеша Писал Ей Весь Ужас Твоего Положения Переполнил Чашу Моего Терпения Быть У тебя Я решился Давно Как Мы С тобой Увидимся И Когда Об этом Я пока Не думал Но Буду Об этом Думать Да Звезда С высот Эфира Раскатилась Дугой На водах Гвадалквивира Месяц Длинной Полосой С вами Был Михаил Перепелкин